Мы не перестанем говорить спасибо героям за мирное небо, благодарить тех, кто Беларусь возрождал после войны. Спасибо нашим прадедам и дедам за независимую и сильную страну. Спасибо звучит и в регионах. Там масштабно отмечают День независимости, митинги памяти у мемориалов, патриотические флэшмобы, выставки военной техники и, конечно, отдых для всей семьи. Андрей Ястребов о самых ярких моментах праздника. Брестская крепость утопает в живых цветах. В легендарной цитадели сегодня вспоминают и героев Великой Отечественной, и тех, кто восстанавливал разрушенную страну. Военнослужащих, медиков, аграрьев, простых горожан. Цветы легли к вечному огню на площади церемониалов. Память победителей почтили минутой молчания. По традиции войска Брестского гарнизона прошли торжественным маршем у Некрополя, а в храме крепости исполнили молитву за Беларусь. Переполняет просто гордость за наших дедов, прадедов. И я горд, что я живу в Республике Беларусь, в мирной, процветающей стране. Горд за нашего президента. У нас мирное небо над головой, у нас развивается экономика, у нас замечательное образование. Наши дети имеют возможность во всем. Мы горды своей страной, мы любим свою страну. Святое для каждого беларуса место – мемориал «Буническое поле». В памяти о тех, кто встал на защиту Могилева. Сегодня подвиг защитников города сравнивают с подвигом героев Брестской крепости. Именно здесь 3 июля 1941 года горожане плечом к плечу с красноармейцами встали на защиту города. 23 долгих дня, сдерживая натиск фашистов. Многие таки остались на ратном поле. В память о них у каплицы легли живые цветы. Торжественным маршем прошел Могилевский военный гарнизон. Равнение на штандарты. У меня отец – партизан Великой Отечественной войны, награжденный орденом Красной Звезды. Именно за борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Участвовал в обороне города Могилева. Эта память о наших отцах, дедах останется надолго. Погибло много людей, защищая нашу родину, защищая нашу независимость. Мы ее должны беречь, сохранить и пронести через всю жизнь. Передать своим детям, рассказывать, что у нас есть такая святая Беларусь. Клуб реконструкторов развернул выставку, представив макеты оружия, военные экипировки и снаряжения времен Великой Отечественной. На площади единства, конкурс «Я рисую Беларусь» и народное гуляние в Подниколье. Именно существование уже более 30 лет независимой, суверенной республики Беларусь позволяет нам реализовать все свои интересы и права. Смотреть в будущее, строить планы. Поэтому этот праздник – фундамент существования нашей страны и будущего развития белорусского народа. Агамильчанам даже дождь не помешал сегодня принять участие в многотысячном торжественном шествии. Ветераны, руководство региона, воинские подразделения, трудовые коллективы, общественные организации, молодежь направились к площади труда. Там у вечного огня слова благодарности героям победы и живые цветы. Минута молчания. И залп орудий в память о защитниках. Мы чтим свою память, мы чтим своих людей, мы чтим свою родину. Сильная, процветающая Беларусь. А еще награждение обладателей почетного звания «Человека года» в списке – 24 жителя юго-восточного региона. Всех людей переполняют эмоции и счастье, радость за то, что наша страна сегодня независимая, процветающая, что в ней живут трудолюбивые люди. Сегодня обновились городская и областная доски почета в Витебске. Аплодисменты в адрес представителей сферы образования, торговли, строительства, здравоохранения и спорта. В лауреатах и целые районы в областном центре. Лучшим стал Первомайский. В области равных не нашлось Оршанскому району, Витебску и Новополоску. Город Новополоск развивается, идет вперед, работает по всем направлениям. Вот результат сегодня награждения за этот труд. Мы стремимся к развитию нашей инфраструктуры городской, наших предприятий. Но основные торжества в городе на площади Победы. К мемориалу честь советских воинов партизаны-подпольщиков возложили цветы. Центральную улицу яркими красками разукрасило праздничное шествие трудовых коллективов. В колонии около 7 тысяч человек. Сегодня они продемонстрировали достижения суверенной Беларуси. Посмотрите, какие наши улицы, какие наши площади, как развивается наша промышленность. Большой временной отрезок, который показывает, что мы на правильном пути. Спасибо, что наша Беларусь сегодня такая красивая, процветающая, чтобы она оставалась всегда такой. Чистота, порядок, люди, все-все, вот действительно это наше и это счастье. Наша страна сильная и независимая, и это самое важное. А это Гродно, автопарад достижения области. Живые картины по центральной улице проехали стилизованные автомобили предприятия, учреждения со всего региона. За годы суверенной Беларуси мы достигли очень многое. А самое главное, что мы живем в мирной, благополучной, дружной стране, где все уважают друг друга, независимо от национальности, вероисповедания. Чувство гордости за свой народ, за свою страну. Ведь 80 лет тому назад наша страна была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. И эти долгие годы, это годы становления, годы развития нашей страны. И на сегодняшний день наша республика суверенная, свободная. В парке Жилибера разместился город мастеров на интерактивной площадке. На страже мира правоохранители, сотрудники МЧС и пограничные группы организовали показательное выступление. И это далеко не все события, которыми был наполнен сегодняшний праздник. Наша страна с размахом отметила День независимости. Сейчас белорусы ждут кульминации торжества, когда мы споем гимн вместе. А в 23.00 мир на небо раскрасит праздничный фейерверк. Андрей Ястребов и команда корреспондентов агентства теленовостей. Продолжение следует...